Кипень – деревня в Ломоносовском районе Ленинградской области, центр кипенского сельского поселения. Название «название деревни» происходит от старинного русского слова «кипень», означающего «ключ», бьющий под сильным напором. История Кипень – один из древнейших сельских населенных пунктов Ленинградской области. Первый упоминается в Песцовой книге Водской Пятины 1500 года, как центр кипенского погоста Копорского уезда. На погосте находилась Дмитриевская церковь, а по соседству с ним – село Кипина у погоста. Это был очень крупный населенный пункт, в нем насчитывалось 44 двора. Селу на момент описания было дворцовым, то есть являлось личной собственностью великого князя, а два двора принадлежали своеземцу Адеревяшкину. В 1617 году Кипень в составе Копорского уезда Водской Пятины была передана Швеции по условиям Столбовского мирного договора. Кипень, как и вся восточная часть Копорского уезда, сильно пострадала в результате смуты и русско-шведской войны. В первых шведских песцовых книгах она упоминается как швед. Кипена Каркибет, то есть пустошь церковной деревни Кипень. Население в деревне отсутствовало, то есть либо вымерло, либо бежало в Россию. Кипень упоминается на карте Ливонни и Атласа Блау 1654 года. Кипень упоминается на карте Ингерманландия и Бергенгеймы, составленной по материалам 1676 года. В 17 веке в Кипень шведской администрации были переселены в ремиссы. По итогам Северной войны деревня в начале 18 века вновь вошла в состав России. В 19 веке Кипень входила в состав Рейненбаумского Петербургской губернии. На месте современных деревень Кипень и Нижняя Кипень до революции находилось 4 населенных пункта. Деревня Кипень занимала территорию деревни Нижняя Кипень. Деревня Никозимики располагалась в северной части современной деревни Кипень южнее Большой Кипени. Колония Верхняя Кипень или Кипинская находилась посередине между Никозимики и Проковсина. Деревня Проковсина находилась в южной части современной Кипени и выходила на Ембургское шоссе. В деревне находилась почтовая станция. Деревни составляли часть крупного удельного имени, то есть являлись личной собственностью членов императорской фамилии. На топографической карте окрестностей Санкт-Петербурга военно-топографического депо главного штаба 1817 года упоминаются деревни Большая Кипень из 30 дворов, Малая Кипень из 5 Никозимики из 9 дворов, поселение колонистов и почта Кипень. На топографической карте окрестностей Санкт-Петербурга Ф.Ф.Шуберта 1831 года упомянуты Большая Кипень из 32 дворов, Проковсина или Малая Кипень из 9 дворов, Никозимики из 8 дворов и Кипенская колония из 12 дворов. По данным на 1835 год, верхние Кипень и Никозимики принадлежали императрице Александре Федоровне, а Проковсина числилась за Ропшинским удельным правлением. В 1844 году деревня Большая Кипень насчитывала 32 двора. На этнографической карте Санкт-Петербургской губернии Пайкёппена 1849 года упомянуты деревня Куйпина, населенная Ингермануанцами и Уриме и Сёты и Кипенсткол, населенная немцами. В пояснительном тексте к этнографической карте записанной деревней Куйпина. Количество жителей на 1848 год Ингермануанцов и Уриме и Сёты 75 метров, П-95 ЖП, всего 170 человек, Киви Сюнмаки. Количество жителей на 1848 год Ингермануанцов-Савокотов, 15 метров, П-17 ЖП, всего 32 человека, Нэкка Сюнмаки. Количество жителей на 1848 год Ингермануанцов и Уриме и Сёт, 28 метров, П-34 ЖП, всего 62 человека. В 1860 году деревня Большая Кипень насчитывала 29 дворов, Проков-Сина, 10, колония Кипенская, 11 и Нэкка Семяки, 9 дворов. После отмены крепостного права Кипень вошла в состав Рапшинской волости. В 1874 году в деревне Большая Кипень открылась школа. Учителями в ней работали А. Тейдер и госпожа Тейдер. В 1885 году, согласно карте окрестностей Петербурга, деревня Большая Кипень насчитывала 29 дворов, деревня Кипенская 11, Нэкка Семяки, 9 и Поков-Сина, 10 дворов. Сборник же Центрального статистического комитета описывал Кипень так. В 19 веке Кипень входила в состав Рапшинской волости первого стана Петерговского уезда Санкт-Петербургской губернии в начале 20 века, второго стана. К 1913 году количество дворов в Большой Кипене увеличилось до 31, в Некказимяки, до 15 колонии Кипень насчитывала 40 дворов. Накануне Первой мировой войны в Кипене располагались Лютеранская церковь, отдел Рапшинской вольной пожарной дружины, почтового телеграфное отделение, три земские школы, частная Лютеранская школа. С 1918 по 1919 год Кипень была центром Кипенской волости Петерговского уезда, затем она вошла в состав Рапшинской волости. К 1926 году в Кипенской колонии насчитывалось 70 дворов и 302 жителя. Из этого количества было 48 дворов и 247 человек немцев, остальные преимущественно русские. Кипень была центром сельсовета Рапшинской волости. А с 1927 года Урицкого района Ленинградской области, с 1930 по 1936 год деревня входила в состав Ленинградского пригородного района. По административным данным 1933 года село Кипень являлось центром Кипенского сельсовета, в который входили 13 населенных пунктов. Деревня Андреевка, Волховицы, Валерьяновка, Большое Волосово, Малое Волосово, Большие Горки, Малые Горки, Келози, Никазимякки, Проковсина, Семсейполы, село Кипень и высело Кипень. Общей численностью населения 2540 человек. По данным 1936 года в состав Кипенского сельсовета входили 10 населенных пунктов, 482 хозяйства и 9 колхозов. В 1936-1954 годах в составе Красносельского района, а с 1954 года в составе Ломоносовского района. Период Великой Отечественной войны Кипень с сентября 1941 года по январю 1944 года была оккупирована германскими войсками. Кипень была освобождена от немецко-фашистских оккупантов 19 января 1944 года. По данным 1966 года деревни Никазимяки, Верхняя Кипень и Проковсина находились в составе Кипенского сельсовета. Однако смежная им деревня Нижняя Кипень находилась в составе Ропшинского сельсовета. Решением Ленинградского облисполкома номер 539 от 17 ноября 1970 года три населенных пункта деревни Никазимяки, Верхняя Кипень и Проковсина были объединены в один с присвоением ему наименования «Деревня Кипень». По данным 1973 года в деревне располагалась центральная усадьба совхоза «Красная звезда». По данным 1990 года в деревне Кипень проживали 2829 человек. Деревня являлась административным центром Кипенского сельсовета, в который входили 11 населенных пунктов. Деревни Витина, Волковицы, Глухово, Келози, Кипень, Трудовик, Черемыкино, Шундарова, поселки Глухово, дом отдыха Волковицы, Черемыкинская школа. Общей численностью населения 5242 человека. В 2002 году в деревне проживали 3114 человек. С 1 января 2006 года Кипень является административным центром Кипенского сельского поселения. География деревни расположена в юго-восточной части района на левом берегу реки Стрелки, берущей начало в так называемой долине родников. Через деревню проходит Алинская 180, Волковицкое и Ропшинское шоссе, вдоль которых расположено большинство жилых домов. Расстояние до районного центра 65 километров. Расстояние до ближайшей железнодорожной станции Красное село 19 километров. Смежно с Кипенью расположены деревни Нижняя Кипень, Большие и Малые горки, Садоводство, Колос. Рядом с деревней проходит граница с Гатчинским районом Ленинградской области. Демография, численность населения, изменение численности населения за период с 1835 по 2010 год. Национальный состав. По данным переписи 2002 года, национальный состав населения Кипени выглядел следующим образом. Всего населения 3114. Русские 2824. Финны 85. Украинцы 65. Белорусы 58. Прочие 82. Инфраструктура. Жилая застройкой в деревне представлена пятиэтажными блочными домами, кирпичными двухэтажными, трехэтажными домами и малоэтажными индивидуальными домами. В деревне имеются детский сад, школа, отделение связи, магазин «Магнит», филиал «Сбербанка», магазин «Пятерочка», фото, достопримечательности. Здание почтовой станции постройки начала XIX века. Кипенское озеро. Остатки аэродрома времен Великой Отечественной войны. Развалены водяной мельницы. Позже электростанции «Кирх» в Малых Горках. Санкт-Петербург автобусная станция «Кировский завод», деревня «Шелково». 482 А, Санкт-Петербург, автобусная станция, Кировский завод, деревня Черемыкино, 482 В, Санкт-Петербург, автобусная станция, Кировский завод, деревня Каськова, 484 А, Санкт-Петербург, автобусная станция, Кировский завод, деревня Волковицы, садоводство, деревня Андреевка, 484 Б, Санкт-Петербург, автобусная станция, Кировский завод, деревня Келози, 487 В, Санкт-Петербург, 482 А, Санкт-Петербург, 482 А, Санкт-Петербург, автобусная станция, Кировский завод, деревня Волковицы, садоводство, деревня Андре Санкт-Петербург. Автобусная станция. Кировский завод. Поселок Зимитицы. 547. Красное село. Ж. Д. Станция Красное село. Деревня Терволова. К. 484. Санкт-Петербург. Станция метро. Кировский завод. Деревня Волковицы. Садоводство. Деревня Андреевка. К. 632. Санкт-Петербург. Станция метро. Проспект Ветеранов. Деревня Терволова. Ленинградская улица. К. 650 А. Санкт-Петербург. Станция метро, проспект Ветеранов, деревня Кипень, Ропшинское шоссе, КК-650 байтов, Санкт-Петербург, станция метро, проспект Ветеранов, деревня Кипень, Нарвское шоссе, предприятие и организации, в ГУП Почта России, отделение почтовой связи, ОАО, Сбербанк России, Красносельское отделение, номер 1892, ОПЕР, касса номер 1892, 0861, ЗАО, Санкт-Петербургский сахарный завод, ЗАО, Кипень, Производитель молочных продуктов, ЗАО, Кипенское ремонтно-техническое предприятие, ООО, Кипень, Агропромснаб, ООО, Кипенская сельхозтехника, ООО, Гидролат, производство гидравлических поршневых цилиндров, ООО, Петродиад, производитель диабетических продуктов, МОО, Кипенская средняя, общеобразовательная школа, улицы, местная улица, водопроводная, Волковицкая, Кингисепское шоссе, Лесная, Нарвское шоссе, Новостроек, Новостроек-2, Озерная, Ропшинская, Е-шоссе, Садовая, Тополиная, Ягодная